На данной точке находится город Минск. Здесь находится наша страна, она находится в пределах западноевропейской равнины. Павел Василевский мечтает объехать все уголки Синеокой. Изучать страны, делать метеорологические прогнозы, выдвигать и проверять гипотезы. Пока остальные сдают ЦТ, будущий географ, в предвкушении учёбы в лучшем белорусском вузе. В БГУ его зачислили без экзаменов за победу в Республиканской Олимпиаде. Специальность – геоинформационные системы. Это люди, которые занимаются переносом данных из бумаги в цифровое пространство. И это всё будет неразрывно связано с географией. То есть любые статистические данные, навигаторы, карты, неразрывная связь с нашим гесметио. Невероятное оборудование, невероятные перспективы. Я бы хотел в этом развиваться. Потому что есть, ну не то чтобы талант, есть просто желание, есть что-то получается. Вот если что-то у человека получается, я считаю, то надо это пробовать и развивать в себе. Школу с золотой медалью окончила и Виолетта Ермолович. К поступлению в лингвистический выпускница второй гимназии готовится более чем ответственно. Штудирует литературу по английскому и русскому. Средний балл 9,9. До десятки не дотянули только математика и физика. Добиться такого успеха мне в первую очередь помог мой дедушка. Потому что он когда-то мне сказал то, что я получу золотую медаль. Но на тот момент я еще этому не верила. И в итоге так получилось. Я просто верила в себя, шла вперед. Меня поддерживали мои родители, друзья. И я просто пыталась добиться эту цель. У меня все получилось. Преступление и наказание. Анна Каренина, Война и мир, Мастер и Маргарита. И Капитанская дочка. Обсуждать персонажей классиков Дарья Савко кажется готова вечность. В аттестате выпускницы 27-й школы 10 баллов не только по русской литературе. Других отметок там просто-напросто нет. Изучать с легкостью любой предмет, уверена девушка, позволяет исключительно тяга к знаниям. Мне кажется, совсем недавно мы фотографировались на 1 сентября. Все только начиналось. И просто очень быстро все пролетело. Этот год особенно. Точно знаю, что буду связывать будущее с языками, наверное. Языки, история, обществоедение. Золотую медаль присваивают ученикам, у которых за 10-й и 11-й класс отметки по всем предметам не ниже девятки. Исключение – физкультура, допризывная и медицинская подготовка, плюс примерное поведение. А экзамены должны быть сданы на 9-10. В 2022-м школу с отличием в Бобруйске окончили 50 вундеркиндов. В масштабах области – 377. Ольга Васента, Дмитрий Шевцов, Максим Горионко, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.